Это было такое микро направление в ту сторону, про которое вы меня спрашивали. Это не тренировка. Я не рекомендую вам без присутствия тренера все-таки делать что-то похожее на трюк. Поворот, конечно, это не трюк, но для кого-то и трюк. Поэтому я вам просто показала, как можно попробовать. Если вы чувствуете, что вы не уверены, не готовы, ну не надо. Лучше сходите на ближайшую тренировку, поворачиваться, переворачиваться. Умеют почти все преподаватели, мне кажется, это несложно. Привет, привет, привет. Вы просили меня рассказать, как делается вот этот уход. Уже несколько раз я вроде так там-там рассказывала, как-то не зашло. Снова просили, поэтому сегодня будет уход вниз. И еще вы просили меня какие-то перевороты. Типа с чего начать первые брюки, что-то... Ну что такое? Вот, поэтому сейчас давайте разминку включайте себе, либо разминитесь сами. Потому что нам нужна шея нормальная. Хорошо? Вот, ставьте меня на пол, зайдите, разминитесь. Вот, и жду вас снова. Чик, хоп. Блок на вас. По поводу ухода вниз. Я не знаю, почему такая паника, я никогда никому не предлагаю половой вниз ударяться. Смысл здесь просто в прогибе. Еще раз. Вот вы лежите. Поднимитесь наверх. Давай. И вы погиб. Вот так. Ясно? Вот он погиб. Вам нужно почувствовать, как голова на затылке стоит. Можете так ампомощь. Не затылок. Видишь, на макушке стоит. Вы в прогибе спина включились. И я ухожу, получается, я не падаю вниз. Я просто прогибаюсь сильно. Вот они у меня руки здесь. Они чуть-чуть проедут. В остальном я просто прогибаюсь и все. Первую точку даю резкую. Поэтому вам кажется, как будто я куда-то там падаю. Я не падаю. Я просто вот так прогибаюсь. Прогибаюсь. Чуть-чуть опускаюсь. Как еще объяснить? Ну, давайте попробуем несколько раз просто из положения лежа сделать и прогиб. И обопредись на руку, чуть-чуть поднимитесь. Это не, ну, для начала может быть тяжеловато в спине или в шее. Но в целом ничего сложного в этом нет. Просто себе опускается вот так. Вы включили пресс. Зажали шею. Вам нужно сразу прогнуться и отпустить шею, уйти вниз. Стоп. Вот он прогиб. Ладно. Не знаю, понятно, непонятно объяснила. Попробуйте поделать. Уходите руками вниз и отпускаете прогиб. Включаете прогиб, отпускаете пресс. И включаются мышцы спины. И мы ушли вниз. Вверху. Это кажется, что я просто падаю. Я не падаю. Я держу себя мышцами спины. Я не рассчитываю только на руки. Руки поддерживают меня, чтобы я... Лево-право не грохнулась, мне кажется. Мисточку. Так, давайте, если опять непонятно, пишите мне, я запишу, что... Ну, какие вопросы нужно ответить. И отвечу еще раз. По поводу переворотов. Давайте самим простым. Вам нужна хорошо растянута шея. Разогретая, во-первых. Хорошо разогретая. И вот эти штуки вам нужно все плечи разогреть. Не делайте, если вы холодная. Если вы без вообще навыков. Не делайте. Разогнитесь. Хотя, хорошо, попробуем максимально нежно сейчас быть. Растягиваем здесь второй. Подробительные движения сделаем. Не знаю, поможет, не поможет, но попробуем. Вот я просто на четвереньках. Я сейчас буду вот сюда поставать. Вам нужно почувствовать упор. Вот где-то здесь. Щека, плечо, где-то вот этот промежуток. Я кладу плечо. Просто стою. Можете и подтянут наверх. Вы должны почувствовать немножко здесь опору. Просто постойте, чтобы положение стало понятно. И другое. Чтобы вы почувствовали здесь, вряд ли вы когда-то здесь на это место опирались. Физически, да? Ложка постоять. Самый простой переворот. Самый-самый каракати. И мы, когда я первый раз сделала, из подготовки, у меня болела шея месяц потом. Поэтому берегитесь. Не могу не туда торопиться. Мы начнем с березки. Ноги к себе. Это положение для вас должно быть удобным. Я жду, чтобы вы туда встали. Все. Теперь выпрямляем ноги. В одну и во вторую сторону. Мне без разницы. Нам нужно почувствовать землю. Под ногами. Еще раз. Внимание. Наверх. Это нехорошо. Наверх. Вот здесь должно быть очень удобно. Я поставлю одну ногу. Это полегче. Мне удобно правую. Ставьте правую. Смотрите на правую ногу головой. Перекладываем вот эту вот руку другой. Противоположно от той, которая. Если у меня правая, значит рука левая. Я ее вот так переношу. Держу себя. И переворачиваюсь. Сейчас нам нужен не красивый переворот, а какой-нибудь. Чтобы вы поняли саму технологию. Еще раз. Можно через березку. Можно просто встать. Любую ногу на пол. Противоположную от этой ноги мы ставим тоже на пол. Себя держим. Смотрите лицом. И переходите, соответственно, вот на шею. С той стороны, с которой нога. Все. И уезжайте. Все. Достаточно вот так. Пробуем еще. Можно раз на ногу. Можно одну декабрь. Вот. Наверх. Почувствуйте пол. Можно просто две ноги. Так. Вот вы смотрите только в ту. Головой смотрим в ту сторону, куда. Какая нога сейчас пойдет. Какое удобно. Хорошо? Переворачивайте себя. Кладете. Можно просто утопить на квадрат. И все. Хорошо? Пробуем? Внимание. И наверх. Почувствуйте пол. Перевертон. Это полегче, да? Просто на две ноги шлеп. Как ежик. Чуть-чуть посложнее. Можно на две ноги. На нет. Стоп. Почувствуйте пол. Можно ноги вытянуть. Все. Но здесь уже надо научиться поворачиваться и держаться. Для этого вам нужна хорошая развинка. Несколько раз подготовленная вот это вот за несколько тренировок. Дайте время мышцам вот этим растянуться и научиться получать эту нагрузку. Вот такой поворот не рекомендую сразу же, ладно? Я же вас не вижу, что вы там делаете. Наверка. Просто кладем. Переверкну. По сути, сам переворот происходит вот здесь. Хорошо? Для тех, кто герой. Чуть-чуть можно осложнить. Почувствовать, что я не знаю, одна нога, а вторую можно вытянуть или не вытянуть, чуть-чуть отодвинуть согнутую. Едем. Выгибаемся. И со всем героем можно вытянуть ногу. Вот и дух. Выставим. Ветчик. Во. Это было такое микро направление в ту сторону, про которое вы меня спрашивали. Это не тренировка. Я не рекомендую вам без присутствия тренера все-таки делать что-то похожее на трюк. Поворот, конечно, это не трюк, но для кого-то и трюк. Поэтому я вам просто показала, как можно попробовать. Если вы чувствуете, что вы не уверены, не готовы, ну не надо. Лучше сходите на ближайшую тренировку, поворачиваться, переворачиваться. Уметь, ну почти все преподаватели, мне кажется, это несложно. Вот. А я жду ваши вопросы. И вот так же маленьким видео, таким я их соберу и покажу вам, что смогу. Все, удачи, пока.